Сирия угрожает Израилю. В ответ на атаки израильских ВВС Дамаск собирается обстреливать территорию соседней страны ракетами. Израиль отвечает, что если такое произойдет, ответ будет сокрушительным. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Первая попытка отреагировать на постоянные налеты израильской авиации со стороны Сирии последовала примерно неделю назад. Тогда сирийская противовоздушная оборона обстреляла атакующие самолеты. Правда, совершенно безрезультатно. Израильтяне в долгу не остались и на следующий день разбомбили все зенитные батареи в том районе, откуда велся огонь. Теперь Дамаск перешел к более весомым угрозам. Через Москву он передал обещание в случае новых бомбежек обстреливать территорию еврейского государства баллистическими ракетами «СКАД». Такие есть на вооружении сирийской армии. Против этой угрозы у Израиля есть многослойная система противоракетной обороны, оснащенная самыми современными средствами перехвата. По сравнению с ними, «СКАД» — это оружие позапрошлого поколения. Тем не менее, здесь к таким угрозам привыкли относиться серьезно. Единичные ракеты особой опасности не представляют. Их перехватят почти со стопроцентной вероятностью. Но при массированном залпе есть возможность поражения крупных городов. В этом случае я даже боюсь представить последствия для Израиля, но особенно для Сирии. Вот тут как раз ничего особо представлять не надо. Израильское руководство уже не раз заявляло, что в случае обстрела своей территории все подобное оружие в Сирии будет немедленно уничтожено. А сирийская армия получит сокрушительный удар. Ее инфраструктура будет полностью разрушена. Но не все так просто. Сейчас, как известно, на территории Сирии находится российская военная группировка, оснащенная в том числе и системами противовоздушной обороны. Эта угроза, пусть хотя и потенциальную, Израилю тоже придется учитывать. Если предположить, что под ответный удар Израиля попадут российские военные, то ситуация в регионе может выйти из-под контроля. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.